Это Ренас Ахмадеев! Солдат парафона! Солдат республики! Ренас, привет! Да, привет, Вадим! Слушай, ну, так далеко у нас еще прямого эфира не было, да? Как связь? Все хорошо слышно? Ну, вроде да, меня как слышно. Это хорошо, тебя тоже слышно очень хорошо, потому что это очень важно будет. Я сейчас еще раз и для тебя, и для наших зрителей расскажу, что сейчас будет происходить. И пока я рассказываю правила, мы как раз набираем зрителей, которые сейчас присоединятся. Больше уже это твоя аудитория в Инстаграме. Ну, и так, смотри, сегодня у нас четвертый выпуск передачи «Таймер и зон», или как мы ее называем «Твое время пошло». Нам прислали почти 30 вопросов для тебя. Ну, не плохо. Да, и, соответственно, у тебя будет 26 минут и 17 секунд для того, чтобы ответить на максимальное количество вопросов. То есть твоя задача отвечать с одной стороны быстро для того, чтобы перейти к следующему вопросу, но развернуто, потому что во время твоего ответа и по итогам твоего ответа зрители будут оценивать. Ну, то есть, чтобы мы перешли к следующему вопросу, это я уже сейчас обращаюсь к зрителям. Вам нужно в комментариях к этому прямому эфиру ставить вот такие значки, вот такой большой палец вверх, и тогда мы посчитаем количество, и как только оно наберется 10% от общего количества зрителей, сейчас мы посмотрим, то, соответственно, мы переходим к следующему вопросу. Мы понимаем, что идет задержка порядка 3-5 секунд, и иногда мы будем переходить к вопросу заранее, потому что понимаем, что лайки, они будут, ну, скажем так, догонять нас. Как настроение, Ренас, пока еще готовимся, скажем так? Да, все отлично, тренируемся, у нас нет локдауна, так что вообще все супер. Ну и да, давай для тех, кто еще не в курсе, мы расскажем, ты сейчас в Кении находишься, правильно? Да-да-да, все верно. Слушай, ну как там погода, все хорошо? Да, все, каждый день солнце светит, то есть тепло, ну, правда, со следующей недели вроде как погода портится, и, возможно, уже пойдут дожди, так как, ну, в конце апреля, в начале мая уже начинается сезон дождей. Добро, добро. Так, ну что, предлагаю приступить, у нас сейчас в эфире 70, чуть более 70 зрителей, это значит, что мы будем оценивать твои ответы 7 лайков, то есть нам нужно набрать 7 лайков от зрителей, для того, чтобы мы перешли к следующему вопросу. Я ставлю на своем ноутбуке таймер на 26 минут и 17 секунд, кстати, ты знаешь, что такое 26 минут и 17 секунд? Ну, это, по-моему, мировой рекорд, да, на десятки. Да, это мировой рекорд на десятки, и я думаю, что да, ты сходу назовешь его обладателя, кто это? Бекели, конечно. Да, правильно, да. Да, очень давно держится уже этот рекорд, с 2005 года, и я надеюсь, что, может быть, когда-нибудь мы увидим русскую фамилию, или больше татарскую фамилию. Ну, не знаю. Хорошо. Итак, Ренас, 26 минут и 17 секунд, погнали. Итак, первый вопрос. Ренас, кем ты хотел стать в детстве? В детстве, если честно, ну, хотел стать спортсменом, потому что с юношеского возраста меня брат как бы привел в секцию легкоатлетики, вот, и смотря на соревнования зарубежных атлетов, также горел желанием вырасти и стать атлетом мирового уровня, вот. И по сей день я... Ренас, извини, я тебя буду прерывать, чтобы ты успевал, потому что 7 мы набрали уже, идем дальше. Расскажи про воспоминания, связанные с Татарстаном. Воспоминания, связанные с Татарстаном? Интересно. Так как в последнее время я, ну, дома очень редко нахожусь. Так, это надо подумать. Наверное, приезд домой, потому что... Встреча с родителями, конечно же. Потому что в последнее время у меня очень редко удавалось приехать домой, вот. И, наверное, я родителей не видел порядка полтора-двух лет, наверное. Вот. И, наверное, вот это событие, конечно, сейчас первое приходит в голову. Слушай, ну, пока три лайка. Я буду задавать уточнейшие вопросы. Здесь про Эчпочмак спросили. Не вспоминаешь о Эчпочмаке? Да, конечно. Кстати, у меня была идея здесь. Болешь или Эчпочмаке что-нибудь такое сделать. Вот мы приобрели здесь духовой шкаф. То есть проблем никаких, по-моему, не будет. И надеюсь, что в ближайшее время, может, на следующей неделе уже что-нибудь приготовлю. Отлично. Потому что уже реально соскучился, да, по татарской кухне. Восьмой лайк, и мы идем дальше. Слушай, такой вопрос. Ходил ли в армию? Если не ходил, то почему? В армию не ходил. Почему? Ну, наверное, связано с тем, что я занимаюсь как бы лёг-атлетикой, и на данном этапе жизни, то есть я являюсь членом сборной команды России. И, ну, как бы считаю, что год потерять в армии для спортсмена, ну, считаю, что это нецелезообразно. Пока еще, да, ждем лайки, ответ на этот вопрос. Ну, расскажи, как получилось, ну, то есть, как получилось не идти в армию? Тебе сказали, ты спортсмен, тренируйся, или как? Не-не-не, на самом деле, на самом деле, откуда я родом, с маленького городка, города Валэй, у нас просто, открою, небольшой секрет, у меня у брата очень, такие, скажем, хорошие дружеские связи с военкомом, вот, и мы этот вопрос как бы порешали. Да, понятно. Отлично, идем дальше. Что ты чувствуешь, когда выигрываешь или ставишь личник? Расскажи про чувства, ощущения. А, ощущения, ну, во-первых, ты, когда пересекаешь финишную ленту первым, то, конечно же, первое время ты не совсем понимаешь, что вообще произошло. Это, наверное, приходит через минут 10, наверное, понимание того, что ты, на самом деле, победил, ты первый, вот, и тогда уже эмоции, конечно, зашкаливают. И ты понимаешь, что не зря твои труды все вылились в такой результат. Конечно, ты счастлив и доволен. Так, мы набираем пока лайки, ставьте вот такой знак, пока только у нас один, Ренас, раскрывай вопрос, что еще, какие, может быть, внутренние ощущения? Ну, знаешь, бывают такие, потому что, ну, ты участвуешь в разных видах соревнований, то есть, какие-то рангом ниже, какие-то рангом выше, то есть, какие-то соревнования тебе просто ты проведешь к... Ай-яй-яй, ай-яй-яй, ага. Все, я... Алло, алло, алло. Да, 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 у нас как раз восстановилась связь, все нормально, и набрались лайки. Давай переходим к пятому вопросу. Замечательно. Редко можно встретить спортсмена, который так объемно может изложить свои мысли. Расскажу, что вдохновляет писать столь содержательные посты в Инстаграм? На самом деле, я не очень люблю этим заниматься, вот, но, как я вижу, что людям это заходит, интересно, вот, но я посчитал, что следующие посты, они не будут такими длинными, потому что лонгрид, ну, разбивать, как бы, разбивать на отдельные как-то части, так будет намного проще и удобнее, потому что, когда очень много собираешь комментариев, тогда к продолжению текста вернуться очень сложно, вот. И, ну, еще и не совсем удобно людям прокручивать, смотреть комментарии, чтобы, ну, как бы, опять-таки дойти до этого поста и дочитать его. Вот, я считаю, что лучше разделять по частям, чтобы пост полностью помещался, скажем так, в один комментарий. Что вдохновляет? Ну, то есть, мы еще ждем, у нас еще 4 лайка надо. Что вдохновляет? Ну, не знаю, иногда хочется как-то высказаться, рассказать про подготовку, про свои путешествия, вот, поделиться, поделиться какими-то эмоциями своими, вот. Слушай, ну, вот по отзывам видно, что людям очень заходит, очень нравится, поэтому ты пиши почаще. Ну, будем стараться, да. Да, как раз прилетел 7 лайк, и мы переходим к 6 вопросу. Чем занимаешь свое свободное время? Сейчас, помимо бега, это, конечно, чтение книг, отдых. Ну, в принципе, все, наверное. Ну, давай раскрывай вопрос, ждем лайки. Какие книги, что читаешь, что нравятся? Ну, сейчас я подсел на Ремарка, вот, сейчас дочитываю 3 товарища, следующее, следующее, наверное, будет на очереди, я даже не знаю, у меня там целый список, столько книг накачало. Какая первая, если честно попадется, такую начисать? У меня, в принципе, нету каких-то предпочтений, там, приключений классикой или еще что-то. Но ты больше художественную литературу, правильно я понимаю? Да, да, да. Так, ну, скажи тогда самую любимую книгу, мы еще ждем 3 лайка. Вот, кстати, недавно прочитал про, вспомнить все, по-моему, называется, про Арнольда Шварценеггера, вот, ну, прям так очень круто написано, и я не ожидал, если честно, что Шварценеггер настолько крутой чувак, вот, я, конечно, вдохновлен. Это, наверное, сейчас у меня появился еще один кумир, вот, я могу так сказать точно. Так, окей, сейчас, ну, я думаю, один лайк у нас еще прилетит. Да, все есть, и мы переходим. Седьмой вопрос. Степан Киселев, имеется в виду Искандер Итгаров, уже представили свои фирменные плейлисты для пробежек. Будет ли такой же от тебя? Ну, я не уверен, вообще, я не сторонник того, чтобы бегать с музыкой, вот, если только в свободное время там послушать музыку, не знаю, как-то разгрузиться в более такую классическую спокойную музыку. Так, конечно, я повторюсь, что я не сторонник того, чтобы спортсмены бегали с музыкой, потому что нужно прислушиваться к организму, и, ну, я раньше признаюсь, что, да, я бегал с музыкой, и ты понимаешь, что иногда ты просто заводишься от ритма, и все, тебя просто так несет, вот, и бывают тренировки, которые тебе нужно, ну, спокойно отбегать, скажем, там, на пульсе 120, вот, но ты просто забываешь про это, ты начинаешь разгоняться, вот, в этом плане, конечно, это такой большой минус. Слушай, здорово, как раз, да, люди тоже, еще один лайк, ждем все есть и идем дальше. Восьмой вопрос. Переносы и отмены стартов на любителей чаще всего влияют положительно, так как больше времени подготовить свой организм к преодолению дистанций. Какие события влияют на профессиональных спортсменов, чей организм находится в постоянном тонуче? Ну, грубо говоря, вот эти переносы и отмены на тебя как подействовали? Ну, если честно, я, как бы, зимой не выступал, вот, и мы планировали с тренером изначально всю подготовку строить к летнему сезону, вот, так что мы, в принципе, ничего не форсировали. Да, мы планировали какие-то пару стартов сделать в начале мая, в середине мая, вот, но в связи с тем, что с этим, с коронавирусом планы немного поменялись, но, в принципе, сама подготовка, она просто чуть-чуть сместилась, то есть мы заново ушли в базовый этап подготовки, и, в принципе, ничего такого страшного нет. А что касается профессиональных атлетов, которые, ну, сталкиваются с такой ситуацией, когда переносят старты и соревнования, да, конечно, очень сложно, очень сложно подготовиться. Ну, вообще, нужно понимать, вообще, когда начнутся следующие старты, потому что нужно понимать, как вообще выстраивать тренировочный процесс, вот, но когда ты не знаешь, когда сезон начнется, вот это самое страшное. Вот, ты, да, ты, ну, держишь какую-то, скажем, планку работоспособности, чтобы прям не уйти в ноль, потому что форма очень быстро теряется, даже там буквально неделю, неделю, две недели без действия, без каких-то таких даже средних нагрузок, ты очень сильно проседаешь, и это очень так чувствуется, и поэтому... Отлично, давай, мы набрали 7 лайков, идем дальше, как раз вопрос в тему, какие старты планируешь в этом году, 2020? Давай начнем с того, что какой старт я планировал сделать в начале года. Давай. Ну, в планах. В планах был старт, было два старта, то есть, это пробежать в Смоленске в конце апреля половинку, или же в начале мая пробежать десятку на Гераклионе. Вот. А сейчас, сейчас, если честно, мы не знаем, когда вообще начнется сезон, будет ли он вообще, потому что, ну, недавно World Athletics выпустили же календарь. Да, 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 да. Да, который... Есть сроки до 1 декабря, что результаты не будут учитываться. Да, и, ну, я думаю, что они что-то знают, и, возможно, вообще, вообще, ну, ни одного, скажем так, старта, возможно, и не будет до начала сентября. Да, может быть, и такое. Ну, да, действительно. Но сейчас нам вот как раз новость вышла на сайте News Timmerman. Мы опубликовали, что ассоциация профессиональных легкоатлетов вроде хочет встретиться с World Athletics для того, чтобы им разрешили, если все-таки будут соревнования, чтобы до 1 декабря они квалифицировались как нормативы. Ну, действительно, да. Ну, а все-таки, если это лето, мы ждем еще 4 лайка, если это лето, какие старты у тебя, ну, то есть, ты думаешь, могут быть? Ну, мы пока с тренером не обсуждали вообще, потому что, я говорю, это как бы тыкать пальцем в небо, не зная, когда вообще что начнется, начнется. И пока мы не знаем, когда, что, как. Добро, добро, добро. Как раз. Отлично. Десятый вопрос. Мы переходим к десяточке. Опять возвращаемся к музыке. Да, какому стилю музыки больше инпонируешь? Все-таки людям интересно знать про твои музыкальные предпочтения. Если честно, у меня нет каких-то предпочтений. Я обычно захожу в, как там называется, Apple Music, вот, я там, ну, типа iTunes, да, то есть, там, какие-то, могу скачать альбом, Tropical House, не знаю, или еще какие-то там, ну, более-менее, такие спокойные, вот, в принципе, мне это музыка по душе. Так, ну, давай еще раскроем, еще у нас пять лайков, мы ждем. Если вы хотите знать про предпочтения музыкальные Ренаса, Ренас, ну, а что еще в ушах обычно звенит, ну, я не знаю, самый любимый? Ну, ну, я не могу сказать, что что-то мне нравится, я могу просто включить радио, и все. Какое радио? Любое? Русское? Любое, абсолютно. Все понятно. Добро, так, мы преодолели с тобой десять, десяточку, и чуть больше половины времени у нас это заняло, 12 минут еще осталось. Одиннадцатый вопрос, такой, может быть, самый простой. Сколько шагов в минуту у тебя прибеги? Есть измерения? Шагов в минуту? Ну, слушай, иногда вот, часы показывают, не смотрел, не задумывался. Чего-то как-то не обращал внимания, но, слушай, но за день, я могу сказать так, что за день сколько я шагов набираю. Ну, где-то двадцать тысяч, двадцать пять тысяч шагов. Двадцать пять тысяч. Это с одной тренировкой в день или двумя? Не-не-не, это, ну, за день получается, активность. Слушай, ну, это вместе с тренировкой, правильно понимаю, да? Да-да-да, конечно. Ну, то есть, а вот в комментариях все пишут, то есть, каденс ты даже не смотришь, ну, типа, чистота шагов. Ну, если честно, я как-то не заморачиваюсь по этому поводу. Нормально. Мне кажется, эти такие, знаешь, такие заморочки. Я еще не дошел до этого уровня. Слабому не помогут, сильному не помогут. Да-да-да-да-да-да. Все понятно. Так, ну, давайте, мы ждем лайки на этот вопрос. Если вдруг не наберется, я буду считать, что мы вернемся. Ну, давай, двенадцатый вопрос. Расскажи свои впечатления о том, как тебе не удалось выступить на домашней универсиаде в Казани, но удалось выступить на чемпионате мира в Москве и на следующей универсиаде стать призером. Вот какой-то такой большой вопрос. Динар, тебе привет за такой вопрос, но от Динара вот прилетел. Да. Ну, вообще, да, изначально я планировал выступить в Казани. Вот, я был в резерве, то есть запасной, вот, и должен был бежать полумарафон. Вот, ну, и руководство в последний день, то есть нам выступать, ну, скажем так, на следующий день рано утром, вот. А с вечера, с вечера мне говорят, типа, ну, извини, как бы, этот, ну, команда в полном составе, ты все равно не выступишь. Ну, в Казани. Да, 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 хотя изначально меня, как бы, все настраивали на то, что ты в любом случае побежишь, так как ты являешься, ну, своим спортсменом. Вот. И, ну, я все-таки надеялся. И было обидно в том плане то, что приехали родители, родственники посмотреть на меня, как я бегу за сборной командой. И такой был облом, конечно, это было неприятно. И на следующий день я вообще, ну, то есть забил вообще на эти соревнования, то есть я не смотрел ничего. Но в то же время у меня появилась злость. И, по-моему, после универсиады, там, по-моему, через две или три недели уже был чемпионат России. Да. Вот. Ну, вот. Я выиграл 5000 метров. Да, слушай, очень интересная история. Мы ждем еще три лайка, ребят. Три лайка ставьте вот так в комментарии. В прямом эфиру расскажи про следующую. Универсиада, получается, стал призером, да? А, Южной Кореи, да. Да. Ну, тогда год очень удачно сложился, то есть я в Сочи отобрался, стал вторым, тогда пробежал по личному рекорду 13 минут 35 секунд, что позволило мне войти в команду уже в основу. То есть я не поехал туда запасным, вот, и форма была на тот момент замечательной, вот, и, в принципе, я изначально планировал. Чтобы у нас было больше вопросов, там есть лайки, поэтому идем дальше. Тридадцатый вопрос. За свою карьеру у тебя было несколько тренеров. Кто, по твоему мнению, был? Первое, самым суровым. Второе, самым справедливым. И третий, самый лояльным. Слушай, ну, сложно так сразу поделить по таким критериям. Не знаю, я не смогу, наверное. Самый суровый. Самый суровый. Самый суровый. Ну, как бы, не хочется обижать тренеров, я не отвечу на этот вопрос. Хорошо, давай, самый справедливый. Самый справедливый. Ну, слушай, суровый, справедливый, лояльный, то есть это такие качества, которые, наверное, присутствуют у каждых тренеров, вот, скажем так. А прям, чтобы выделять именно по таким качествам. Кого ты, я не знаю, перечисли, во-первых, тогда самые главные качества у вот этих тренеров, которые тебя тренировали. Например, вот тут, там, у Фаниля самое вот такое хорошее было это вот это. У других тренеров. Давай, ну, чтобы хоть как-то мы сейчас раскрыли этот вопрос, чтобы было интересно. Ну, первый тренер, да, Тукбатуллин, Фаниль Фаритович, конечно, он на первом месте, так как считаю, что именно взять человека с нуля и вырастить из него настоящего профессионала, это, ну, не каждый сможет. Может, именно, работая с детьми, правильно, правильно вести подготовку, скажем так. Какое качество для него тебе больше всего нравится? Ну, это дисциплина. Хорошо, отлично. Вот как раз Динар нам тут пишет. Давай про следующих тренеров. Вот тренер и самое качество, которое тебе нравится. Дальше, дальше я тренировался у Ирина Виталия Георгиевича, вот, наверное, тоже дисциплина и еще один момент, что именно Виталий Георгиевич, он такой тренер, который, если чего-то захочет, он именно добьется, то есть, прям идет на пролом, что касается, ну, к примеру, там, пробить какие-то сборы или еще что-то, он просто, ну, он не будет мямлить, там, он будет говорить, как есть, будет идти, ну, повторюсь, на пролом и все равно добьется своего. Ну, то есть, такой он, прям, упорный, он за своих спортсменов, прям, да. Дальше? Дальше, дальше я тренировался у покойного Василия Николаевича Мострова, вот, так, Василий Николаевич, чем? Так, качество, качество Василия Николаевича. Сейчас сложно вспомнить. Слушай, ну, ладно, прилетели у нас 7 лайков, давай, чтобы больше было, я думаю, что мы потом еще раскроем. Ну, можно, да, вернуться. А, такой, два слова, вопрос, когда свадьба? Если б я знал. Ну, слушай, надо ответить что-нибудь, ну, там, типа, есть ли девушка, нет ли девушки, свободно сердце Ренаса или нет? Я свободен, как никогда. Отлично. Слушай, ну, давай, я так понимаю, да, вот мы, у нас один лайк прилетел, ждем еще, и переходим пока к 15 вопросу. Если не дойдут лайки, то, потому что задержка побольше стала, мы вернемся. 15 вопрос, когда планируешь спуститься, ну, видимо, с Кении, и если ничего не изменится со стартами коронавируса, как долго думаешь сидеть в Кении? Ну, спуститься планирую, ну, скорее всего, это июнь месяц, потому что здесь ходят слухи, то, что здесь продлят карантин до конца мая, вот. Ну, как такового здесь карантина, в принципе, нету, просто граница, граница будет закрыта, говорят, до конца мая, но... Даже выехать нельзя будет. Да, 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 то есть аэропорт будет закрыт, вот, но, наверное, это начало июня. Это, ну, в лучшем случае. Так, ну, окей, мы ждем еще 5 лайков, ребят, если нравятся ответы, ставьте лайки в комментариях, рассказывай пока, что там еще в Кении. Хорошо, ну, то есть лучше, чем в России тренироваться? А, ну, конечно, да. Первое, что это, я повторюсь, то, что здесь нет локдауна, здесь спокойно можно передвигаться, тренироваться. В этом плане вообще. Я считаю, что это на данном этапе самое лучшее, что может быть. Отлично. Так, отлично, к нам прилетели все лайки. Идем дальше. Такие интересные вопросы. Кто сильнее, ты или Никитин? Ну, конечно, сейчас Никитин. Здесь, по-моему, все очевидно. Так, ну, давай попытаемся раскрыть, когда, может быть, батл будет или когда вы встретитесь, когда ты планируешь с ним порубиться. Слушай, ну, таких пока задумок не было. Вот, если мы как-то пересечемся на какой-нибудь половинке, скажем, то, конечно же, это будет интересно. То есть пока Никитин специализируется на дорожке, то есть на средней длинной дистанции, я так, скажем, постепенно уже ухожу более-таки стаирские бега на шоссе. Слушай, как раз, да, вот говорят, это была бы крутая заруба. Я думаю, что мы это можем как-нибудь организовать, может быть, в Казани, дай бог. Да, было бы, да. Да, тогда второй еще вопрос в эту тему. Ты сказал на более длинные дистанции. Искандер уже перешел в марафон. Когда мы увидим Ренаса на 42,2? Пока нету прям такого желания уходить на марафон, потому что я еще чувствую, что я до конца не реализовался на таких дистанциях, как пятерки, десятки, половинки. Вот. Когда я почувствую, что да, есть какой-то определенный процесс, и я уже вышел на какой-то уровень, тогда уже можно думать о марафоне. Что должно произойти для этого? Я задаю вопросы, ребят, ставьте лайки. Ну, что должно произойти, я думаю, что каждый спортсмен, ну, примерно все равно планирует какой-то для себя, скажем так, планку, которую он может достичь. То есть определенный результат на определенных дистанциях. И после этого он уже, скажем так, со спокойной душой может переходить уже на следующий этап. Слушай, ну, ладно. У нас остается буквально последняя минута идет. Я тебе успею еще задать один вопрос как раз в эту же тему. Когда будут побиты рекорды на полумарафоне и марафоне российские? Напомню, 1.01.15 капитонов, 2.09.07 соколов. Ну, я думаю, что в ближайшее время. Это года два. Слушай, отлично. Рассказывай еще что-нибудь. И у тебя есть еще 15 секунд, и мы дождемся 7 лайков. О, надеюсь, еще все-таки прилетят 7 лайков. Слушай, но на полумарафоне и на марафонах реально побиты результаты. То есть ничего такого космического нету. Просто все должно быть, ну, все должно сложиться идеально. И ты обязательно должен выступать за границей. То есть, ну, все, отлично. Как раз, слушай, прилетает поток лайков. Мы засчитываем этот ответ. И у тебя итоговый результат сегодня 17 ответов. Я тебя поздравляю. Это чуть меньше... Но неплохо. Да, это чуть меньше, чем там сделал Искандер. У него там 22, у Волоха на 21. Но так или иначе мы с тобой сегодня пробежали. И за эти 17 вопросов-ответов Бикеле установил мировой рекорд в 2005 году. Слушай, Ренас, с тобой общаться очень безумно интересно. И даже, наверное, не совсем этот формат, да, когда мы торопимся и в динамике пытаемся узнать у тебя. Наверное, он тебе не очень сильно подходит, потому что с тобой хочется еще и больше и больше. Я надеюсь, что мы с тобой закончим интервью для нашего портала Даймерман Ньюз. Обязательно. Потому что, действительно, судя по количеству участников прямого эфира, зрителей, очень интересно. Ты очень интересно рассказываешь, рассуждаешь. Поэтому я думаю, что мы продолжим для наших зрителей вещать то, как ты находишься. Тем более, как ты говоришь, ты не очень любишь писать лонгриды. Да. Так или иначе, люди ждут от тебя информации. Слушай, я тебе искренне желаю. Были очень еще классные вопросы про Бавлы, но мы уж не успели. Я думаю, что мы их еще раскроем. Желаю тебе хорошей подготовки. Спасибо. Я думаю, что мы сделаем как-нибудь, ты выйдешь на хорошую форму, либо в этом году в конце, либо в следующем. И я, как организатор стартов в Казани, надеюсь, что мы сделаем этот батл с Володей. Ну да, будет здорово. Конечно. Спасибо тебе большое. Удачи тебе там в Кении. Давай, пока-пока. Спасибо, Вадим. Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо.